Наука – это нескончаемые попытки человечества понять мир вокруг нас. Но в этом мире есть вещи, об открытии которых желают многие ученые. Будь то нечто, скрывающееся в глубинах Чернобыльской АЭС, или таинственная сфера, отнимающая десятилетия жизни в мгновение ока. Давайте возьмем святую воду и приготовимся, ведь мы посмотрим на проклятые объекты, которых боятся ученые. Секундная ошибка В конце Второй мировой армия США сбросила две атомные бомбы, которые прозвали Малыш и Толстяк, на японские города Хиросиму и Нагасаки. Вызванные разрушения вынудили Японию капитулировать. Если бы она не сдалась, США приготовили бы третью бомбу. Хотя технически у штатов была припасена только радиоактивная сердцевина бомбы. 6-килограммовая масса плутония диаметром 9 сантиметров. После окончания войны плутониевое ядро поместили в исследовательский центр в Лос-Аламасе для испытаний и ласково назвали Руфус. Однако из-за ряда смертей вскоре ему дали другое название – ядро демона. Так как оно было разработано для размещения в бомбе, масса плутония была близка к тому, чтобы стать сверхкритичной, то есть еще немного, и оно могло вызвать ядерную цепную реакцию, или, другими словами, большой бум. Ученые проверяли, насколько бомба близка к этому состоянию, опуская половину оболочки из бериллия, или тампер, на ядро. Тампер отражал нейтроны, испускаемые радиоактивным плутонием, и направлял их обратно в ядро, в результате чего от изотопов плутония отделялось больше нейтронов, как в ядерном пинг-понге. Это приводило к краткой цепной ядерной реакции. И физики могли собирать данные. Правила безопасности требовали установки прокладки между тампером и ядром, что значительно замедляло процесс. Но если бы тамперы и ядро соприкоснулись, плутоний достиг бы сверхкритичного состояния, и от Лос-Аламоса остался бы только черный выжженный след на Земле. Однако безумный ученый Луис Лоттин придумал быстрый и рискованный метод. Вместо прокладок он использовал плоскую отвертку, которую вклинивал между тампером и ядром. Понимая, насколько это опасно и глупо, Луи прозвал свой метод щекоткой хвоста дракона. «Я, конечно, люблю опасные игры, но нужны стальные нервы, чтобы играть с плутониевым ядром». Впрочем, Луи был уверен в методе и, возможно, слишком уверен, и это привело к смертельной ошибке. 21 мая 1946 года Луи демонстрировал метод с отверткой нескольким другим ученым, как вдруг отвертка соскользнула. Все замерли, когда синяя вспышка заполнила комнату. Луи поспешно снял тампер с обнаженного ядра, но было слишком поздно. За долю секунды контакта между тампером и плутонием произошло примерно 3 квадриллиона реакций деления. И хотя это в миллион раз меньше, чем в первой атомной бомбе, это все равно было смертоносно. И в тот момент жизнь Луи сократилась с десятилетий до дней. Ошибка вызвала выброс излучения – высокоэнергетические ионизированные атомы. И эти радиоактивные атомы могут пробиваться сквозь ДНК. А наша ДНК удерживается в хромосомах – миллиардах генетических блоков, которые связаны в цепочку точными последовательностями, кодирующими клетки. Но высокоэнергетические частицы могут разрушать и изменять связи нашей ДНК. Это приводит к распаду тканей или мутациям последовательностей, распространяющим раковые клетки. Поэтому радиация так опасна. Она разрушает наши тела изнутри. Ученых срочно доставили в больницу для обследования. К счастью, большинство из них стояли достаточно далеко, и они получили небольшие дозы радиации. Однако Луи стоял прямо перед ядром. Для сравнения, смертельная доза радиации составляет 500 Берр. А в тот день все тело Луи поразили ужасающие 2100 Берр – шквал нейтронов, гамма-лучей и рентгеновских лучей. Увы, эта огромная доза радиации не дала сверхспособности Халка, и тело Луи начало разрушаться. Рука, которая была ближе всего к ядру, посинела и покрылась волдырями. Количество лейкоцитов резко пало, а вся иммунная система была уничтожена радиацией. Луи впал в кому и через 9 дней после инцидента скончался. Смерть Луи была трагична, но ее предзнаменовал другой случай. Всего за 9 месяцев до этого его коллега Гарри Даглиан-младший экспериментировал с блоками из карбида вольфрама на ядре плутония. Он уронил один из блоков, и ядро на короткое время достигло критичного состояния, прежде чем блок убрали. Через месяц Гарри тоже умер от лучевой болезни. После двух смертей эксперименты с ядром демона полностью запретили. По документам Лос-Аламоса, ядро расплавили и потом переделали в другое оружие летом 46-го года. К счастью, проклятый эксперимент остался в прошлом веке. Во многих западных фильмах Россию изображают суровым холодным местом, что объяснимо, ведь 60% ее суши покрыта вечной мерзлотой. Как следует из названия, это замерзшая земля, которая никогда не оттаивает, так как температура в регионе остается ниже нуля. Однако, когда температура поднялась из-за изменения климата, земли России стали размораживаться. И теперь странности, скрывавшиеся подо льдом, выходят наружу. В Ямало-Ненецком автономном округе в глубине Сибири в 16-м году внезапно погибли 1200 северных оленей. Сначала чиновники обвинили в таинственных смертях жару, которая накрыла регион, в результате чего температура поднялась со средних минус 6 градусов Цельсия до 35 градусов. Но затем начались заболевать местные жители, и 13 человек госпитализировались черными язвами. Кто-то пробудил древнее проклятие? Что это был за феномен, поразивший округу? Ученые надели защитные костюмы и отправились разбираться. Они обнаружили северного оленя, который умер не недавно, а лежал замороженным где-то 75 лет. Раньше он скрывался под вечной мерзлотой, но оттаял во время сильной жары. И ученые были очень рады, что они надели защиту, потому что прикосновение к туши или дыхание рядом с ней грозило смертельной инфекцией. Оказалось, что олень-зомби был заражен смертоносной бактерией бациллоантракса. Она естественным образом существует в почве во многих регионах, от Америки до Азии. Но попав в живой организм, споры бактерии быстро размножаются и выпускают токсины, вызывая тяжелую болезнь, о которой вы наверняка слышали. Это сибирская язва. Смертоносность инфекции зависит от того, как споры попадают в организм. Обычно болезнь проникает через небольшой порез на коже. Она образует болезненные красные комочки, а потом черные язвы. Но это самая легкая форма инфекции. Недоваренное мясо инфицированного животного доставляет поры в желудочно-кишечный тракт и приводит к рвоте, жару и боли в животе. А самая смертоносная форма возникает при вдыхании спор бактерии. Без лечения сибирская язва имеет очень высокий уровень смертности – 85%. И, как и древнее проклятие, споры могут долго скрываться в окружающей среде. Они дремлют даже при низких температурах в сибирской вечной мерзлоте в течение 105 лет. Хотя кристаллы и соль не защитят от этого проклятия язвы, вакцинация поможет. И северных оленей ежегодно прививают от болезни. Фух, хотя бы Санта будет в безопасности. Пока что. Скрытые очаги сибирской язвы – не единственное, что пугает ученых в вечной мерзлоте Сибири. Там находили и более странные явления. Например, огромные кратеры, которые начали появляться из ниоткуда. Эту дыру обнаружил экипаж вертолета, летевшего над Ямалом в 2014 году. И она как будто просто появилась из воздуха. В ширину кратер был 20 метров, а в глубину – 52 метра. Не считая размеров. Ученых поставило в тупик то, что они много лет изучали сибирскую мерзлоту и никогда не видели подобного. Такие кратеры не появляются просто так. Что же создало это адское отверстие? Бомба? Демон? Новый суперштамм сибирской язвы? Когда ученые изучили местность, они заметили, что растения вокруг кратера были сожжены, а их голые корни имели следы огня. Но не бойтесь, это не было адское пламя. Ученые пришли к выводу, что это результат взрыва метана. Оказалось, обширная вечная мерзлота – это еще и резервуар с природным газом. Но из-за изменения климата ледяная шапка мерзлоты постепенно тает. И этот взрывной метан начал прорываться на поверхность. Будем надеяться, что больше ничего не растает. Потому что после сибирской язвы и взрывов наверняка последует проклятие, ведущее к концу света. Ядро демона, зомби-вирус или адские дыры? Что же пугает вас больше всего? Ядро? Жмите на нравится. Вирус? Тогда на подписаться. А если дыры, то и то и другое. Готово. Отлично. Идем смотреть на новые ужасы. Дьявол в деталях В 1697 году в библиотеке в Стокгольме произошел пожар. Сгорели многие ценные манускрипты. Но одна тяжелая книга каким-то образом не пострадала. Возможно, потому что она как-то связана с самим адским пламенем. Ведь неспроста этот проклятый том называется «Библия дьявола». Официальное название – «Кодекс Гигас». Гигантская книга на латыни. Подходящее название, ведь ее длина 90 сантиметров, ширина 50, а толщина 22. Она состоит из 310 страниц изверения, высушенной кожи животных. Для «Кодекс Гигас» якобы потребовалась кожа 160 ослов. Но мне больше жалко библиотекаря, к которому приходилось носить книгу. Ведь она весит 75 килограммов. Если библиотекарь был ростом метр восемьдесят, то он мог уравновесить книгу на весах. Но самая проклятая часть этого средневекового тома скрывается на 290 странице. Там в деталях изображен портрет самого дьявола, занимающий всю страницу. Он контрастирует с соседней страницей с рисунком Царства Небесного, и разворот символизирует битву между добром и злом. Однако страница с портретом дьявола намного темнее, чем вся остальная книга. Все потому, что Велень реагирует на ультрафиолетовый свет и темнеет. А значит, темная страница часто была на свето. Более 300 лет люди смотрели на дьявола больше, чем на другие изображения. Это очень нездоровое любопытство. Считается, что эта книга – работа всего одного писца – Германа Отшельника. По легенде, этот своенравный монах был приговорен к погребению заживо в монастырской стене. Но в обмен на жизнь он пообещал Аббату, что напишет книгу, заключающую все человеческие знания за одну ночь. Невыполнимая задача. Ученые подсчитали, что на написание всего, что есть в книге, у одного человека ушло бы лет пять, если бы он писал шесть часов в день, шесть дней в неделю. И это без учета строгого режима дня монаха и времени на ежедневные молитвы, труд в монастыре и прием пищи. Вряд ли один человек мог завершить книгу меньше, чем за двадцать лет. Однако на протяжении всего манускрипта почерк остается странно одинаковым. Детали почерка постепенно меняются с возрастом, настроением и болезнями. Представьте, что вы начали писать сочинение от руки и писали его двадцать лет. Ваш почерк был бы неузнаваемым под конец, как и ваша рука. И все же, несмотря на это, на протяжении книги дьявола почерк Германа не меняется. Как будто он написал все за ночь. В легенде рассказывается, что он продал душу дьяволу в обмен на завершение гигантской библии. Пока что ученые не могут найти нормальное объяснение и, думаю, никто не должен трогать эту книгу. Если только не захочет заключить сделку с дьяволом. Проклятие рэпера Для хип-хоп звезды Пост Малон восемнадцатый год был ужасным. В августе его самолет совершил аварийную посадку, через пару дней в его дом проникли вооруженные воры, а несколько недель спустя рэпер попал в аварию. Кто-то называл это неудачей, но другие считали это проклятием. За два месяца до этого Пост вступил в тесный контакт со шкафом дибука. В интернете его называют самым проклятым предметом. В этом старом винном шкафу якобы обитает дибук, злобный дух из еврейской мифологии. Чтобы сдержать его, текст Шемы, молитвы, которая в иудаизме считается одной из самых важных, вырезан на доске внутри шкафа. Сам шкаф впервые привлек внимание в 2003 году, когда продавец мебели Кевин Маннис выставил оккультный предмет на ebay. В длинном описании под фотографиями он рассказал, что купил шкаф у внучки, недавно скончавшегося еврейского беженца, которому удалось сбежать из-за купированной немцами Польши. После этого пользователи интернета стали одержимы якобы проклятым шкафом. Даже наука не могла объяснить череду несчастий, которые постигли всех, кому раньше принадлежал шкаф. Вот только надо поговорить о Кевине. Дело в том, что он также занимался рекламой. А еще он любит писать художественные рассказы. Когда его спросили в интервью в 21-м году, Кевин признался, что шкаф Дибука был просто мистификацией. Жуткая история и несчастье оказались всего лишь выдумкой, ужастиком Кевина. Теперь ученым хотя бы не нужно беспокоиться об этом предмете, потому что это полный фейк. Видимо, Пост Малонн просто не повезло в 2018 году. Но не считая того, что он побил рекорд с пятикратно платиновым альбомом, выпущенным в тот же год. Вселенной же надо поддерживать равновесие, правда? Смертоносное селфи 26 апреля 1986 года проходила плановая проверка работы четвертого энергоблока на Чернобыльской атомной электростанции. Для тестирования электрики отключили важные системы охлаждения, чтобы они не мешали проверке, что противоречило правилам безопасности. Это вызвало скачок мощности, и реактор взорвался. Активная зона расплавилась, и было так жарко, что сам атомный реактор начал прожигать пол насквозь. Рабочие поскорее остановили его, так как он начал выбрасывать радиоактивный материал в атмосферу. Меж тем, жителей близлежащей Припяти пришлось эвакуировать. Но только когда ликвидаторы приехали через шесть месяцев после взрыва, они обнаружили самые опасные отходы в мире. Они смогли пробраться в коридор системы парораспределения под реактором. Когда они вошли, их счетчики Гейгера начали громко потрескивать, предупреждая об огромной массе в конце коридора. С помощью дистанционной камеры ликвидаторы выяснили, что она была 2 метра в ширину, а значит, она весила минимум 100 тонн. Масса излучала 10 тысяч рентгенов в час, а это радиоактивное облучение от 4,5 миллионов рентгеновских снимков. Если стоять рядом две минуты, воздействие радиации будет смертельным. Ее назвали «слоновья нога» из-за потрескавшегося морщинистого вида, который принял кориум. Это похожий на лаву материал, образовавшийся, когда реактор начал прожигать пол. И он состоит из расплавленных графитовых стержней, ядерного топлива и бетона. Упав вниз, эта радиоактивная масса прожгла как минимум 2 метра железобетона в полу. И десятилетия спустя она все еще была опасна. Однако один инспектор по имени Артур Корнеев пытался покорить слоновью ногу с тех пор, как ее обнаружили. Он возвращался несколько раз, чтобы сфотографировать ее, несмотря на опасность. Самое известное фото слоновьей ноги – это селфи Артура с длинной выдержкой. Можно увидеть его движущуюся фигуру в кадре. А зернистость на фотографии – это не какой-то страшный фильтр, а эффект радиации, которая деформировала саму пленку. Если это эффект на пленке, можно представить, что стало с ДНК Артура. Но, как ни странно, он еще жив. Слоновья нога – поистине проклятый предмет. И одно прикосновение к этой куче изменит ДНК так, что человек сразу попадет в больницу. Не только ученые, я сам ее боюсь. Голливудский ужас Кино редко похоже на реальную жизнь. А фильмы, основанные на реальных событиях, – это вообще раздутые выдумки. Хотя, если взять франшизу «Заклятие», то настоящая история намного более страшная, чем любая сцена из фильмов. Удивительно, но фильм ужасов «Аннабель» основан на истории о настоящей кукле-демоне. Реальную «Аннабель» подарили молодой медсестре по имени Донна в 70-м году. Но когда кукла была дома, она как будто двигалась сама. Кукла появлялась в самых разных местах, но не там, где ее оставляли. Вскоре стало известно, что у парня Донны нашли красные следы когтей на груди, появившиеся однажды ночью. Тогда известные демонологи Элизабет и Эд Воррен приехали разбираться, в чем дело. Они заключили, что способность куклы телепортироваться и отметины зверя на груди парня Донны были явными признаками присутствия демона. Вороны заперли куклу в специальном стеклянном шкафу и регулярно читали молитву, чтобы сдержать демона. Это очень зловещая история. Хотя скептики среди вас наверняка сомневаются, что она правдива. Все-таки демонологию не назвать настоящей наукой. Впрочем, ни один ученый не решился взять Аннабель и провести анализы в лаборатории. Марс атакует Видите эту колбу? Знаете, что в ней? Года четыре назад в интернете пошел слух о том, что ученые очень боятся этой субстанции. Поговаривали, что контакта всего лишь с двумя сотами грамма вещества достаточно, чтобы вызвать смерть. Что же такое смертоносное в этой колбе в герметичном пластиковом кубе? Ядовитый газ Суперкислота Самый острый соус Вообще-то это две сотые грамма метеорита за гамме. Кусочек самого крупного марсианского метеорита, прилетевшего на Землю. А слухи о том, что это самая смертоносная субстанция, всего лишь очередная ложь из интернета. Прикосновение к метеориту вас не убьет. Только если вас не касается метеорит, который несется из космоса со скоростью 70 км в секунду. Но когда они не стремятся превратить людей в блинчики, обычно они менее радиоактивны, чем камни с Земли. Так что ученые могут вполне спокойно изучать этот небесный объект. Но если вы хотите увидеть субстанции, которые смертоносны в количествах меньше двух соток грамма, посмотрите мое видео на эту тему. Оно вас может напугать. Ледяное проклятие Не все мумии носят бинты. Некоторые лежат среди льда на вершинах гор. Как, например, эта мумия, известная как Ледяной Человек Эдси. Ему более 5300 лет. И его тело заморозилось и засохло в итальянских Альпах, что предотвратило его разложение. Позже ледник похоронил тело, спрятав его на целых 5000 лет. Но в 1991 году чрезвычайно жаркое лето расплавило лед и открыло останки Эдси, которые нашли двое туристов, проходивших мимо. Правда, они вскоре пожалели, что не оставили его спать во льду и дальше. После открытия как будто бы появилось проклятие, поражающее любого, кто изучал Эдси. Сначала внезапно скончался Райнер Хен, глава команды исследователей, осматривавших тело, который поднял мумию голыми руками и положил в мешок для трупов. Через год Хен погиб в авиакатастрофе, произошедшей по пути на лекцию об Эдси. Сначала это не показалось странным, но потом альпийский гид Курт Фридс, который привел Хена к останкам мумии, погиб из-за схода лавины. Затем Хельмут Саймон, один из туристов, нашедших Эдси, упал во время метели в 2004 году и не выжил. Что еще страшнее, журналист, снимавший, как ученые уносят останки Эдси с горы, Райнер Хелцл, скончался из-за опухоли мозга через несколько месяцев после выхода фильма о мумии. Смерти все никак не останавливались. И это еще не конец. В 2005 году археолог Конрад Шпиндлер, первый осмотревший Эдси, умер из-за медицинских осложнений. Проклятие забрало последнюю жертву. Доктор Том Лой почти завершил книгу, обобщающую его исследования Эдси, когда его обнаружили мертвым в квартире. Видимо, как только кто-то узнавал что-либо о ледяной мумии, проклятие убивало его. Впрочем, легко увидеть закономерности, если их искать. Несмотря на череду жутких совпадений, многие журналисты и археологи изучали останки Эдси и до сих пор живут и публикуют исследования. Сейчас Эдси покоятся в холодильной камере археологического музея Южного Тироля в Бальцана в Италии. И больше никто не погибал. Может быть, потому что Эдси доволен новым холодным домом. Какой предмет показался вам самым проклятым? И какой из них вы бы ни за что не тронули? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok